Спасибо большое, Анна Сергеевна. Доброе утро, уважаемые коллеги. Говоря о диспластическом новосе, хотелось бы напомнить, что это доброкачественное мелоцитарное образование, которое характеризуется как клиническими признаками АТП, так и гистологическими. И в своем континууме, как биологическом, так и в своем месте в клинической картине, он, диспластический новос, находится где-то посередине, между доброкачественными новосами обыкновенными и инвазивной меланомой. С чем это связано? Согласно текущим представлениям, которые описаны в текущей классификации Всемирной организации здравоохранения, все мелоцитарные образования, в том числе и меланомы, по своим особенностям этиологическим и по своим особенностям патогенеза разделяются на 9 путей патогенеза. И диспластический новос относится к образованиям, которые возникают в коже, которые подвергаются невысокому уровню ультрафиолетового повреждения. Таким образом, кстати говоря, это путь патогенеза поверхностно распространяющейся меланомы. Для этого пути патогенеза характерны некоторые генетические события. И вот было исследование, в котором выполнялось полное геномное секвенирование как диспластических неосов, так и меланомы, и сравнивались их генетические черты, пытались найти какие-то отличия и сходства, чтобы помочь патологу в диагностике. И экзомное секвенирование показало, что для диспластических невусов не характерна так называемая ультрафиолетовая сигнатура, то есть набор мутаций, которые мы часто встречаем в первичной меланомии инвазивной. Наиболее часто встречающиеся мутации в диспластических невусах — это мутации БИРАФ и НРАС. И также не было найдено мутации, которые мы также часто можем видеть в меланоме, такие как мутации в парамодре ТЕРТ, в циклинозависимой кеназии и другие. Таким образом, биологический диспластический невус все же ближе к обычному невусу. Эта картинка иллюстрирует мапкиназный путь активации. И БИРАФ-мутация — это самая частая мутация, конкретно в кодоне ВИИ-600И, которая встречается в диспластических невусах. НРАС-мутация также может встречаться, но существенно реже. К слову сказать про этиологию, до сих пор нет единого ответа на вопрос, только ли ультрафиолетовое излучение является тем фактором, который запускает патогенез развития диспластического НЕОСа. Мы знаем, что светлая кожа, светлые волосы, светлые глаза, наличие большого количества веснушек на коже у относительно молодых людей и у детей, которые имели солнечные ожоги в анамнезе, также может послужить предрасполагающим фоном для развития диспластического НЕОСа в том числе. Этим слайдом я хотела проиллюстрировать тот момент, что не из каждого доброкачественного НЕОСа, в том числе и диспластического, может развиться меланома. Как мы знаем, примерно в 25% случаях меланома развивается из предсуществующего НЕОСа, но подавляющее большинство, это больше 70%, появляются до нового. И понятное дело, что диспластический НЕОС в силу своих биологических особенностей, в силу того, что он его так или иначе рассматривают как некий предшественник меланомы, он настораживает и клинициста, и патолога. Но были проведены исследования, которые показывали, что частота развития меланомы у пациентов моложе 40 лет из диспластического НЕОСа составляла менее 1%. А риск развития меланомы из диспластического НЕОСа был напрямую связан с количеством диспластических НЕОСов на коже у пациента. То есть, если сравнивать НЕОС обычный и НЕОС диспластический, то риск развития меланомы различается примерно в 2 раза в пользу диспластического НЕОСа. Но в то же время, если у пациента более 10 НЕОСов на коже диспластических, то риск развития инвазивной меланомы увеличивается до 12 раз. Хотелось бы сказать, что, как я уже говорила, исследование, при котором выполнялось полное секвенирование и картирование генома диспластических НЕОСов, показало, что терт-мутация, которую мы видим на этой схеме, она соответствует развитию стадии меланомы ин-ситу, как правило, самое первое мутационное событие, мы не встречаем. То есть, как правило, в подавляющем большинстве это брав-мутация, и если выявляются какие-то дополнительные мутации, то, скорее всего, это будет свидетельствовать в пользу развития инвазивной карциномы, прошу прощения, меланомы. Хотелось бы пару слов сказать про очень удобную схему, которая позволяет говорить с клиницистами на одном языке и лучше понимать место диспластических НЕОСов в общей картине в этом биологическом континууме всех меланцитарных образований. Для чего это нужно? Если мы обратим внимание, то можно заметить, что диспластический НЕОС с умеренной АТПИ, он относится к классу 2, то есть он не требует широкого иссечения и обладает существенно менее высоким риском местного рецидива или прогресса. В то же время, как диспластический НЕОС с тяжелой степенью АТПИ, с высокой степенью АТПИ, он уже относится к классу 3 по МПАДДХ и требует более широкого иссечения, оценки кроворезекции и может иметь более высокий риск рецидива. Эта схема была предложена в связи с тем, что, как уже Анна Сергеевна говорила, диспластические НЕОСы и, как и любые другие пограничные меланцитарные образования, они вызывают массу сложностей в диагностике, массу сложностей в интерпретации гистологического заключения порой и вызывают вопросы, что же делать с пациентом. И были исследования, которые показывают, что эта схема, она применима, она достаточно удобна и она позволяет снизить межэкспертную невоспроизводимость и каким-то образом улучшить взаимодействие между клиницистом и патологом. Прекрасная статья, которая говорит о том, что все пограничные образования, диспластические НЕОСы с небольшой степенью, АТП и тонкие меланомы, вот этот промежуток, в который укладываются в том числе и всевозможные серые зоны, они страдают от низкого воспроизводимости межэкспертной. И было бы прекрасно, если бы какая-то была стандартизированная схема, которая позволяла бы нам говорить на одном языке и помогала бы и патологам, и онкологам поддерживать междисциплинарные контакты, назовем это так. Я думаю, что, наверное, это у меня последний был слайд. Спасибо вам большое.